Приветствую вас на нашем канале. Сегодня поговорим про такой интересный напиток, как чайный гриб. Чайный гриб – это биосоединение дрожжевых грибов и уксусно-кислых бактерий. Он поглощает чай с сахаром и выделяет продукты брожения двух видов – дрожжевого и уксусного, превращая жидкость в полезный напиток. В качестве питательной среды для чайного гриба можно использовать черный или зеленый чай с добавлением сахара или меда. Польза чайного гриба известна на Востоке, оттуда он и был привезен. Полезные свойства чайного гриба заключаются в веществах, которыми он обогащает чай. Настой содержит органические кислоты – молочная, уксусная, яблочная и глюконовая, моносахариды, липиды, ферменты, этиловый спирт, хлорофилл, ксантофилл, витамины группы В, С, Д и ПП. Употребление напитка благотворно влияет на иммунитет и способствует оздоровлению организма. Любите шоппинг? Возвращайте часть денег за покупки в интернете с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде! Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Органические кислоты восстанавливают микрофлору кишечника, уничтожают вредные бактерии и предотвращают появление дисбактериоза. Чайный гриб является щадящим антибиотиком, который освобождает организм человека от патогенных микроорганизмов и выводит вредные вещества химического происхождения. Всем хорош чайный гриб. Настоями из него и жажду можно утолить, и здоровье укрепить, и красоту сохранить. Он обладает тонизирующим действием, помогает при головной боли, укрепляет нервную систему, эффективен при болезнях почек, простаты, печени, желчного пузыря, расщепляет камни в почках, желчегонных путях, образовавшийся песок выходит наружу, мочеполовая система восстанавливается, у мужчин восстанавливается потенция и эрекция, у женщин выравнивается гормональный фон и многие гинекологические болезни проходят. Выводит лишнюю соль из организма, что улучшает состояние суставов и делает их более подвижными. При простудных заболеваниях, гриппе, чайный напиток ускоряет выздоровление. Используется при лечении кишечных расстройств, при колитах, запоре, диарее, дисбактериозе. Также он улучшает метаболизм. Настой чайного гриба полезен для людей, склонных к лишнему весу и сахарному диабету. Также считается, что напиток хорошо влияет на работу печени и почек. Гипотепротекторные полезные свойства чайного гриба объясняются наличием бактериальной целлюлозы и других полезных веществ, включая витамина С и витамины группы В, полезные для кожи и иммунитета. Есть мнение о том, что чайный гриб тормозит рост опухолей, но экспериментально подтвердить эту теорию пока не удалось. Настоем можно смазывать раны и мелкие порезы на коже. В максимально короткие сроки чайный гриб заживляет гнойные раны, ожоги, лечит псориаз, фурункулу. Пораженным местам кожи прикладывают тонкую пленочку гриба на несколько минут. Процедуру повторяют три раза в день. Настоем гриба также лечат прыщи. Если в течение одной-трех недель тщательно протирать кожу ваткой, смоченной в настое чая, то прыщи покинут вас надолго. Отмечается способность чайного гриба избавлять от грибка, стоп и ногтей. Для этого ежедневно на ночь протирать соком гриба кожу между пальцами, а затем его кусочек приложить к ногтям. Сверху надежно закрепить бинтом или пластырем. Через месяц вы забудете о неприятных симптомах этой болезни. Противопоказан чайный гриб при наличии следующих диагнозов. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, повышенная кислотность желудка, грибковые заболевания, диабет, болезни поджелудочной железы, подагра, гипотония. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и будьте здоровы!